Сейчас время несчастных. Все кругом несчастные. У нас в принципе нет в культуре демонстрировать радость. И если ты счастливый, то с тобой явно что-то не так. И сейчас это несчастье стало только больше. Потому что все страдают от неопределенности. Все страдают от человеческой жестокости, которая сейчас стала все больше. Все страдают от потери какого-то смысла своего существования. Зачастую бессмысленности действий, которые мы совершаем. Потому что уровень профессионального выгорания. Каждый второй работающий человек не хочет ни свою работу, ни работать, ни вообще этим заниматься. Каждый второй. То есть мы все сейчас страдающие. И вот вопрос, значит, как быть двум страдающим. Я вам расскажу просто. Два страдающих друг друг кусают. Потому что один страдает, он же страдание, что такое? Вы чувствуете себя уязвимым, и вы защищаетесь. И вы, как что-то появляется в вашем поле, вы начинаете слегка демонстрировать агрессию. А тут тоже страдающий, он тоже уязвимый, потому что он раненый. Страдание – это рана. И он тоже защищается. И дальше бабах, бабах. И в семьях сейчас так. Значит, или каждый где-то отдельно по углам со своими делами, или они сходятся, и случаются скандалы выяснения отношений. И это то время, когда, представьте, вы больше всего нуждаетесь в психологической помощи, вы больше всего нуждаетесь в психологической поддержке, вы больше всего нуждаетесь в другом, близком для вас человеке. И именно в этот момент вы сами не способны поддерживать и вас не способны поддерживать. И вот самое важное, это когда вы друг другу честно говорите, что вы раненые, вы оба сейчас как бы дискомфортные, вы оба сейчас в этом. И поэтому вы сейчас вместе как бы объединяетесь и друг друга просто греете, просто вот такая батарея. Вот как только вы нагреете чуть-чуть, как только почувствуете, что вы в своем внутреннем социальном пространстве, внутри собственной квартиры, внутри небольшого рабочего коллектива, вы способны друг друга поддержать, вы дальше начнете свести. Потому что ваша уязвимость снизится, ваши раны затянутся, вот, и вы увидите, что вы же не зря этих людей когда-то выбрали себе в компанию, что-то в них уже есть хорошее, что-то вы там в них нашли, вот, и это вы увидите после того, как подлатаете друг друга, согреете и залечите раны, которые нанесены жизнью очень-очень-очень сейчас драматичной. Спасибо.